Всем привет, меня зовут Алексей и сегодня я расскажу о RPM фильтрах и вообще о фильтрации в прошивках ArduPilot, Roadplane, ArduCopter. Те кто летал на Botafly или AirNavi уже знают, что фильтры значительно улучшают качество полета. Фильтры нужны, чтобы убирать поразительные вибрации, которые возникают при работе моторов, чтобы они меньше влияли на стабилизацию. В ArduPilot имеется 4 фильтра. Первый из них это Throttle Based, то есть основанный на уровне газа. Второй тип фильтрации основан на RPM сенсоре, то есть это не телеметрия регуляторов, а именно внешний датчик оборотов. Третий вариант фильтрации основан на получении телеметрии с регулятора оборотов по одному проводу, по протоколу B-Directional D-Shot, либо по отдельному телеметрийному проводу. И последний, четвертый способ RPM фильтрации это преобразование в Fourier. Для коптеров лучше всего подходят последние два варианта. Недостаток последнего варианта состоит в том, что он поддерживается только полетными контроллерами с объемом памяти больше 2 мегабайт. Поэтому наиболее распространенный, пожалуй, способ фильтрации это получение оборотов моторов с телеметрии регулятора оборотов. Телеметрию с регулятора оборотов можно получать двумя способами. Через последовательный порт на регуляторах BL-Heli-32, по-моему, на BL-Heli-S такой опции нет. Либо по протоколу B-Directional D-Shot. На данной странице указано, как настраивать тот или иной вариант. Ну, а я остановлюсь на варианте с B-Directional D-Shot, который использую на своем квадрокоптере. Далее необходимо настроить полетный контроллер таким образом, чтобы он логировал вот эти вот вибрации, для того, чтобы можно было их анализировать через Mission Planner. Делается это следующим образом. Заходится в раздел Full Parameter Dream. Необходимо параметр InsLogButMask указать тот EMU, который будет использоваться для сбора данных. В данном случае у меня EMU1 используется. И указать, какие данные будут собираться. Вот эта галочка отвечает за то, что будут собираться данные до фильтрации. А вот эта галочка означает, что будут собираться данные после фильтрации. Далее необходимо взлететь, повисеть, скачать, записать лог обязательно, скачать и загрузить его вот в эту программку. Данный плагин анализирует лог вибрации и строит данные графики. JARO 0 можно не смотреть, потому что это шумный ICM-сенсор на H743 Slim, который я сейчас отключил, и он у меня вообще не используется. То есть нужно смотреть графики ACC1 и JARO 1. Как видно, пик вибрации приходится на частоту 160 Гц. И начинаются вибрации вообще от 130 Гц. Надо запомнить вот эти вот циферки 160. Теперь, когда мы засняли лог перед фильтрацией, можно включить, поставить галочку, что снять лог после фильтрации и преднастроить, собственно, наш фильтр RPM. Настраивается он следующим образом. Вот на этой странице указано, как это настраивается, используя телеметрию регуляторов. То есть нужно, нас интересует раздел INS, Harmonic Notch, чего там. Итак, параметры, которые тут не перечислены, стоит оставить по умолчанию. Низа, что стоит, нужно включить INS, Harmonic Notch, Enable. Я ее поставил 1. После установки единички, нужно нажать в Write Param и нажать кнопочку Refresh Params. Ну, у меня как бы уже все настроено, поэтому ничего не появляется, а у вас появятся дополнительные параметры. Далее, необходимо INS, Harmonic Notch, Ref1 указать. Это означает, что там данные не будут масштабироваться. Частоту нужно указать, ту, которую мы вычислили на предыдущем этапе. И INS, Harmonic Notch, Bandwidth половину от частоты. INS, Harmonic Notch, Mode нужно установить в троечку. Это означает, что ESK, Telemetry. Также INS, Harmonic Notch, Options поставить двоечку. Это активируется динамический фильтр. Также можно поднять частоту этого фильтра, установив вот эту галочку. Update at Loop Rate на более быстрых процессорах. Что я, наверное, и сделаю. Поставлю вот эту опцию. Поставлю 160. И тут половину 80. И, собственно, нужно после вот этих вот настроек взлететь и проверить результат после. Я уже взлетал, проверял. И сейчас вам покажу результат после. И вот такая вот разница. Опять же говорю, смотреть нужно на Jaro. Не обращать внимания, что тут Jaro 0, тут Jaro 1. Они просто сместились, потому что я их убрал. Вот этот вот SCM сенсор очень шумный. Как видно, RPM-фильтр срезал вот эти вот вибрации на частоте 160 Гц. То есть видно, что фильтр RPM работает. И все эти вибрации паразитные давят. На этом настройка Harmonic Notch фильтра закончена. И RPM-фильтрации. И можно переходить к тюнингу питов. Если видео было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.